Свыше 150 специалистов из 9 стран – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – приняли участие в международном форуме врачей «Здоровая Евразия» в Москве. Организатором мероприятия выступила некоммерческая организация «Евразия», главная миссия которой – укрепление международного сотрудничества. Медработники приняли участие в грантовом конкурсе и создали интернациональные блоги по медицинскому просвещению населения стран Евразии. Лучшие проекты получили финансовую и экспертную поддержку. Вести блоги будут командой медработников из разных стран. Одна из участниц – Гульнара Святова, доктор медицинских наук, врач-генетик, руководитель Республиканской медико-генетической консультации Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии из Алматы. Свой блог в социальных сетях она ведет не первый год, в нем делится накопленными знаниями. На форум Гульнара Святова прилетела с такой же целью – обменяться опытом с коллегами, а позже поделиться информацией и с пациентами. Я очень многого ожидала от форума с таким прекрасным названием «Здоровая Евразия», но реальности превзошли все мои ожидания. Это не просто какие-то доклады, лекции, тренинги, это вот интерактивная работа, это совсем новый подход к таким понятиям, как здоровье, профилактика, лечение, реабилитация. Под впечатлением от форума остались и другие участники. На этом форуме мы познакомились с большим количеством единомышленников, заряженных единомышленников, которые настроены на достижение каких-то результатов, и очень много коллег, которые хотят вести свои блоги. Этот форум мне очень понравился, потому что у нас действительно есть большое пространство, скажем так, евразийское пространство, которое нас объединяет не только культурально, но и не только прошлое. То есть мы друг друга понимаем без всяких переводчиков, без ничего. И то, что этот форум собрал нас и пытается организовать некое объединение, некое объединение, которое будет работать и в информационном поле, это потрясающе. Для нас очень важно, чтобы команды не просто не распадались, а чтобы они развивались, чтобы они приумножались, и чтобы мы в дальнейшем смогли, проводя такие форумы дальше, уже формировать вот эту евразийскую повестку здравоохранения, чтобы наши народы были здоровы, чтобы мы могли на самом высоком уровне обмениваться нашими достижениями в сфере здравоохранения. В общей сложности участники форума подготовили 13 проектов. Среди победителей – платформа для просвещения людей «Евразия. Территория здоровья», цикл мероприятий о вреде курения вейпов, медиаплощадка с материалами для сохранения физического и ментального здоровья, бесплатные выездные консультации стоматологов для рекомендаций о гигиене полости рта и другие. Они получили оборудование и сертификаты для развития собственных проектов. Как отметил член попечительского совета автономной некоммерческой организации «Евразия», лидер политического блока «Победа» Илон Шор, организация выделит гранты на продвижение здорового образа жизни и на другие проекты в области здравоохранения. Конечно же, для конкретного результата требуется время, но положено твердое начало, твердый фундамент к процессу объединения людей из разных профессий, из постсоветского пространства. Цель «Оноевразия» заключается в том, чтобы объединить людей, говорящих на одном языке, на русском языке, людей с единым мышлением, с единой идеологией. К сожалению, долгие годы коллективный Запад делал все для того, чтобы разрушить эти контакты, это общение навязывало свои ценности. Сегодня наша задача объединить людей, студентов, врачей, учителей, людей абсолютно разных профессий. Сегодня эта площадка, мы видим, что она работает. Форум «Здоровая Евразия» включал в себя деловую, образовательную и экскурсионную программы. На стратегической сессии медики сформировали перечень рекомендаций для жителей Евразии, которые лягут в основу Евразийского свода законов здоровья.